вот объект появился здесь я веду съемку такой вопрос сейчас возник по поводу штукатурки стен штукатурки с тем имеется ввиду или по маякам или визуально вот скакайщика мы решили частично по маякам это сильно кривые стены уж ужасно там по мы визуально очень тяжело сделать вот этот на часть от сделок хотим сделать по маякам потому что стена очень сильно кривая и сильно упала поэтому здесь уже сделаю по маякам есть уголок перфорированы ставится вот видно папе по периметру насколько она кривая и посмотрим дальнейшем результат съемки как она будет смотреться вот она кривая мы сделаем эту стену визуально визуально это что это означает визуально переводе чтобы зрительно смотрелся ровно и бы стены будет не обязательно по уровню стоять но чтобы зрительно визуально было ровно в основном здесь вот по периметру будем делать выравнивать по правилам ровно вот видите страшная дуга и будем посмотрим результат как будет визуально конечном счете я тоже съем сниму вот я тоже начал здесь уже вот здесь начал только половину сейчас наверху еще не начинал снизу вот стены какие были у меня вот такие я прогрунтовал естественно грунтовка я прошел в этом грунтовочной части и посмотрим и по маякам по маякам здесь вот видно вот уже у меня сделано вот маяки этот маяк у нас служит уже как маяк вот этот уголок у нас перфорированный и вот маячок я сделал из гипсокартона гипсокартоном есть продажи маяки но мне не нравится маяки они они мягкие и за их устанавливать тяжело они у них жесткости маленькая жесткость поэтому мне проще сделать маяк и сделать из гипсокартона и очень жестко и быстро легко ставится легко ставится маяк видите смотрите быстро ставится потому что жесткий металлический он мягкий очень внутренний владел поэтому мне проще сделать из гипсокартона маяк бы быстро и и ровно металлическим тоже можно но мне не нравится с ним возьмем больше и вот еще и здесь вот я будет ставить маяк в углу еще не поставил здесь естественно свободу мы уже от обоев обрали старая собой здесь от грязи вот как можно было постелить стелили и вот будет дальнейшей съемки до конца здесь имеет разговор и по еще по расходу расходу материалу вот давайте потом я еще вот только начал здесь будет я потом скажу сколько вышло вот на эту стену расход будет применяется штукатурная смесь называется волна слой гипсовой на гипсовой основе вот по расходу естественно победы по маякам это будет ровнее спора нет но работа до работы работа усложняется во-первых очень уже при большие перепады большое очень много раствора надо это работа намного усложняется поэтому расценка намного выше чем визуально в различных регионах расценки разные в данном случае вот у нас колеблется расценка по маякам 250 300 рублей где-то до квадратный метр не на других регионов сколько визуально колеблется 150 200 ну как договориться когда говоришься и вот насколько сложная насколько сильные перепады в данном случае здесь перепады есть конечно но не такие сильные но есть будем рассказать выравнивать вот данном случае я уже здесь сделал есть есть вот стена были страшные конечно углы кривые 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 есть такой страшенка кривую было все как эта волна страшная бывает я выровнял здесь и вот этот угол такой страшно отбитый был вообще уже сейчас вот карфарина угодно поставил все и он выровнял выровнялся я эти стены будет под обои в данном случае вот на первый раз прошел естественно вот эти стены не годятся пока для обоев потому что все-таки поверхность шероховато неровная в данном случае надо еще прошпаклевать тонким слоем я в некоторых местах я даже прошпаклевываю витамин твою этим самим волну слоем для обоев не не надо такой идеально поверхность там как полированная как стекло мысли финансы есть конечно позволяет что без проблем можно не сделать потому что где-то в этом случае квадрат метров где-то в нашем регионе где-то 500 600 рублей будет если сделать это ровно она в данном случае хотя я вижу зачем для обоев такое качество нам нет устраивать ну естественно вот в этом варианте это будет незаконченный вариант я еще пройдусь можно было пройтись еще видим как у волну слоя потом прошкурить ну волну слоя при высыхании он все-таки жестковат поэтому я вот эта часть шкурки пройду и парк нанесу витамином где-то миллиметра 2 миллиметр в 2 где-то толщиной и потом прошкурю и будет и практически площадь идеально под обои лучше принципе и не надо ну кого есть финансы позволяет конечно будет делать еще лучше можно но так как весь система как бы эконом-класса это их устраивает углы были сильно кривые данном случае авторами вот уже почти готовая но еще надо быть пойти витамином и прошкурить я и по верху прошел и по низу по низу прошел правилам чтобы никаких волн не было как можно даже по верху прошел конечно кое какие-то волны будет потому что кладки кирпичные кривые они потому что поэтому небольшие какие-то волны будут но все равно зрительно когда будет лишь быть натяжной потолок это не это будет такие не зале отклонения будет незаметны конечно если вот при таком положении вещей как в данном здесь от случае если натягивать потолок натяжный потолок это уже ужасно конечно это страшное но это вообще страшное дело ну вот мы визуально сделаем по-другому естественно идеально ровно у меня не получится отконения будет но не настолько небольшие от они которые не будут заметны ну что говорить посмотрим что в дальнейшем как у нас выйдет на этом пока все следующий момент уже будем уже просматриваете как сделано вот эта стена результат пока черновой без это не то это не там я буду буду делать потом пусть по немножко посохнуть вот продолжаем съемку сейчас уже посмотрим результат как у нас получился здесь а свет куча здесь вот цвет есть вот вы же видели как он был до этого такой кривой вот я сделал это сделал без маяков только чисто правилом чисто правилом смотрите результат сбоку естественно здесь отклонение идет единство что визуально когда делается не высматривается по уровню потому что в уровне может быть отклонение поэтому здесь визуально чисто на глаз чтобы зрительно видно было естественно чтоб стены ровные вот видно что вот смотрите как сделано что стены стали ровные как были до этого как сейчас стали они сейчас если что я говорю да стены не по уровню потому что уровне отклонения это если бы делать по уровню то будет уже естественно по маякам по по маякам это будет затраты в два в три раза больше это считаете вот ушло сюда на одну стену ушло 4 мешка волну слоя вот вот здесь ушло вот здесь ушло три мешка вот на вот эти раз два вот на две стены ушло 3 мешка 3 мешка по 30 килограмм они полна слоя здесь ушло 4 мешка 4 уровень даю 1 1 а урок 5 5 почти 5 мешков 5 мешков и 4 5 мешков ушло но они чуть-чуть не хватило 5 мешков ну если вот эти там где же еще придется вот эти места залатать нож как раз 5 мешков его и уйдет вот здесь тоже еще надо будет опустить на уровень на 207 под дверь здесь 2 10 надо немножко укоротить расстояние потому что дверь сверху когда мы мы этот наличка будет ставить там дыра будет поэтому надо все двери по уровню выставить 207 208 вот так достаточно там немножко зазор большой но это я сделаю потом сейчас вот основное смотрите визуально практически ничем не отличается от ух по маякам единственно что не по уровню до по уровню оттранения и чуть-чуть по центре где-то может быть такие небольшие такие перепадики где-то миллиметра два максимум два ну три может быть это это считается так сказать такие по 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 нормам это считается наилучшая шпакровка штукатурами если перепад на два метра два миллиметра это считается наилучшее это это высшая степень штукатурки поэтому я говорю здесь отклонение у нас очень небольшое можно даже принципе посмотреть давайте взглянем вот видите почти никакие отклонения нет вот ну вот миллиметровом колебания вот есть но это для 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 визуального штукатурами эти щита идеально видите но это не только здесь здесь может быть какие-то небольшие отклонения быть самое главное вот по периметру вниз и вверх вот это надо вот это потому что вы видите я выставил видите как простая плавала вот самая верхушка чтобы не плавала сильно если какие-то небольшие волны будут такие потому что на длинное расстояние вкладка вкладки бывают очень кривые если такой медленно небольшой только плавный такой изгиб небольшой он зрителям не будет заметен единственно что если делать идеально ровно конечно то это конечно это надо ставить маяки выравнивать но считайте вот результат получился по по паравилу так называемое штукатурование визуальное штукатурование а вот это будет у нас уже по маякам вот сейчас посмотрим сколько здесь будет у меня уйдет вот здесь здесь мешков наверное 3-4 уйдет может быть на одну только стену тут на всю стену ушло 5 мешков ну не знаю посмотрим что гадать вот смотрите выбирайте кто будет заниматься штукатуриванием визуально визуально или по маякам по маякам конечно дороже и расход материала в два а то и в три раза больше это сразу я говорю это порядка вот здесь ушло я говорю где-то четыре с половиной ну грубо пять а если брать по маякам уйдет не пять и не десять хорошо если пятнадцать уйдет мешков то по маякам жжет это очень громадный расход хорошо если два раза если десять мешков уйдет а то и пятнадцать я делал пятикомнатную квартиру по маякам штукатурами на пятикомнатную квартиру ушло триста мешков по маякам триста не то что не сто не двести а триста конечно там стены были да тяжелые конечно так что вот сами имеется ввиду кто у кого финансы позволяет конечно спора нет делайте по маякам но у кого такие финансовые так сказать я думаю что тоже так сказать работа будет впоследствии в действии нормально по качеству и визуально она ничего не будет заметно ничем не будет практически отличаться чем по по маякам если конечно я говорю недостаток будет то что чуть-чуть по уровню отклонения ну уровня тканей небольшие конечно большие ткани ясное дело тут уже по маякам проходит здесь здесь вот сильно отклонение конечно поэтому я уже взял я говорю здесь придется по маякам здесь отклонения очень большое визуально не пойдет потому что еще тем более зрительная сторона сразу сразу а с одной части поэтому я уже делаю здесь по маякам потому что очень видело часть и очень сильно кривая стена а здесь кривизна такая не очень сильно но было более-менее под под этот под визуально штукатурка пойдет вот смотри сами смотреть какой результат данном случае еще остается нам что здесь сделать пройти витамин и прошкурить и все и она будет хорошего качества для обоев в принципе для обоих я уже говорил что не надо такую полированную поверхность как стекло что все так все пока здесь будем следующая съемка будет уже вот с этой стеной посмотрим сколько у нас будет расход расход по этой стене пойдет пока все ну вот у нас единственно что я еще хотел сказать что по поводу визуальной штукатурки что там по мы по уровню можно стиль все стены где нету дверей вот где 2 2 двери там начи начинать надо вот именно двери установка маяка потому что двери устанавливаются по маякам будет если кривые стен другое дело все стены такие не очень сильно но вот здесь пришлось вот эти части ведь выводить по маякам а потом уже относительно уже пол плавно переходишь уже на эту сторону уже зрительно чтоб незаметно было таких кривизны вниз тоже пауле с этой стороны по уровню по уровню а там уже к стенам вот где обойда где обои там уже ясно делается сильный перепад стены ясно дело что надо выравнивать если относительно зрительными не такой перепад не по уровню то можно оставить не бросается в глазах единство что где вот дверные проем туда там надо выравнивать по уровню как здесь я ведь выравниваю по уровню стена сильно кривая было может показать даже какой перепад перепад эти какой перепад был вообще сантиметр трещи такая я могу и страшно вот и сейчас тоже видно где перепады страшно стены это эти какая кривизна страшная какая ясно дело надо будет выпрыгнуть а ну и отец я визуально поправлю и зрителями будет незаметно вот это что она я сделал по маякам вот это одно что одно только по маякам я выровнял а вот это визуально это визуальности на тоже зрительно кажется что в ровно все чё есть конечно небольшие ткани не где-то порядка двух трех миллиметров может быть я даже не прямо два три миллиметра может быть который вообще ничего не бросается в глаза их не видно вот потом уже будем прошкуривать этим витамином пройдем и прошкурим все остается у меня вот эта стена и вот эта стена и моя задача закончена потому что хозяева говорит что все стены нам не надо потому что остальные стены более-менее ровные нам пойдет потому что это связано конечно это финансовая затрата на перескоп материал на да и да и поди и по работе же сколько у нас уйдет по оплате тоже но вот они по системе как как бы экономичного варианта мы можем понять что люди такие работа работает не в коммерческой структуре таких структур где зарплаты не такие большие но исходит по финансовым возможностям то что они вот могут вот это освоить вот этот площадя который можно выровнять который действительно ну очень видны часть вот эта проходная часть вот эта часть вот и проходную часть тоже выжима тоже страшная часть такая кривизны кривые углы подровнял выровнял все и там взял от выровнял никуда она нет ушел на нету и да и все сейчас коридоры там пойдет оставим так денег на финансовый позволяет вас дальше очень все дорого еще только начало ремонта еще сколько чем затраты грамотные задачи надо водить пока это так при себе более-менее здесь вот стены вот эти оставляет вот посмотрим вот ну зрительно более-менее да но такой сильный кривизны здесь вроде нету относительно нормально а это вот вот это вот они уже кривоватости на вот это страшно кривая завалилась еще но это я помню камни буду делать я здесь уже буду выходить на нет на минимальную . полу на угол относительно буду выранят потом плюс чтобы таких при таких этих работах получается минимальная затрата в раствора экономичная и зрительно будет видно что но относительно нормально явно кривизы глаза бросаться не будет и будет это работа будет удовлетворительная так что пока все это